Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу приготовить как бы усовершенствовающее мясо по-французски. Для начала нам нужна вот противень. Я накрываю бумагой своей суперской. Это коврик такой, ничего к нему не пригорает и масла не надо добавлять, ничего. Нам для начала нужно сало. Видите, сало. Сало мы кладем 70 грамм тонко порезанного. Я его кладу, вот, сейчас я свет включу, на противень. Оно просто вкус добавляет, вот, или простое сало соленое добавляем, или кто любит с подкоченностью. Сюда ничего не насыпаем, никакого жира, никакого подсолнечного масла, ничего. Вот, разложили мы это сало. 70 грамм. Теперь нам нужно говядину. Говядину мы делаем. Мы ее размораживаем и зажариваем на сковородке. Можно без масла, но я немножко кладу масло. Это, как бы, для запечатывания. Чтобы жир, ну, это не жир, а чтобы, как это, чтобы оно сухим не было. Я его зажариваю с двух сторон. Режу, если вы будете отбивать, то два сантиметра. Если нет, я не отбиваю. Режу один сантиметр, с двух сторон обжариваю. Кладу в мисочку сюда и добавляю две ложки столовых майонеза. Вот сейчас. И сейчас я это все перемажу. Дальше покажу, что делаю. Вот я помазала майонезом это масло. Теперь мы его выкладываем в это в противень. Сейчас я его разложу. Ровным слоем также выкладываем. Прямо на это, на сало. Оно жирок дает все. Я сказала, те, кто любят с подкопченостями, те, это, копченое сало кладут. Вот. Сейчас так. Теперь мы выложили. Теперь также берем вот эту же миску, где масло, где масло в майонезе было. Сейчас руки помою. Так, полотенечко. Теперь кладем сюда лук. Лук кладем и где-то ложку не полную. Опять также сейчас я выключу, перемешаю. Вот видите, лук мы перемешали. Теперь также сюда выкладываем и раскладываем. также ровненько, чтобы это помещалось все. Сейчас. Так, разложили все с майонезом. Теперь также сюда в миску мы выкладываем картофель. Тоже переложили в миску и положили буквально пол чайной ложечки майонеза. Потому что, ну, зачем майонеза много? Сейчас. Вот перемешали все с этой ложечкой майонеза. Теперь берем сюда. Берем одну ложечку соли и перчик. неудобно, когда держишь и камеру это перча. Так, теперь берем сюда высыпаем картофель. И вот так вот одним слоем выкладываем. Сверху мясо. Так. Нет, здесь еще осталось прилипнутое. Сейчас я, наверное, выключу. Вот все это мы заложили. Теперь разогреваем духовочку, чтобы было 200 градусов. Она еще не разогрелась. Видите, здесь термометр. Ставим вверх-вниз. Когда она разогреется, ставим это все духовочку на 40 минут. После того, как 40 минут пройдет, мы вынимаем ее из духовочки и посыпаем сыром. Сыром. Сыром буквально на 5-7-10 минут. Не больше. 10 минут. Чтобы он такой, как корочка покрылась. И все. Приятного аппетита. Посмотрим, что получится. Так. Ну, картошку выложили последний слой. Накрыли фольгой. Здесь, значит, нагреваем духовочку. У меня до 200 градусов. Сейчас, когда согреется, мы ставим картошку, ну, противень с картошкой, с мясом, в духовку. Где-то на 40 минут. Ну вот, прошло время. Открываем. Осторожно, потому что там горячая, может быть, картошечку. Посыпаем теперь это все сыром. Так. Все посыпали. Сейчас. Так. И ставим еще в духовку. Ну, открытой уже не закрываем. Минут на 10 градусов. Ну, 200 поставлю. Вот, хватит зажариться. Так, сейчас здесь 14 минут. Сейчас 4 минуты пройдет. Ставим в духовочку на 10 минут, чтобы подрумянилась корочка. Ну, и ждем готовности. Так, вот, мы поставили в духовочку еще запекаться. Вот. Сырок запекается. Еще 7 минут 42 секунды. 40 секунд. Ну, в общем, ждем. Так. Ну, вот наша нямочка получилась. Картошечка с мясом, запеченная сыром. Сейчас минут на 10 закроем фольгой. Так. Прикроем этим ковриком. В общем, пока накрываю пироги. Да все. И поставить оно минут 10. Как раз у меня муж едет с работы. И ужин готов. Приятного аппетита. Если кому понравилось, ставим пальчики вверх. Если кому не понравилось, извините. Подписывайтесь на мой канал. Ну, если не хотите пропустить чего-нибудь новенького. Всем пока-пока.